Приветствую, мои дорогие друзья, а также новые зрители канала Заброшенная Россия. Макарон рассказывает о наших российских деревнях и людях, живущих в них. Но только сегодня мы продолжаем поиски собачки, от которой решил избавиться хозяин. Если вы не видели первую часть, обязательно посмотрите ее по ссылке в описании. Фильм вышел буквально два дня назад. Как всегда будет интересно, смотрите до конца. Поехали! А теперь, друзья, предыстория. Три дня назад я оказался в этой деревне случайно и снял короткое видео, как мужчина на лошади возит собачку с серевкой на шее в неизвестном направлении. Выложил видео в инстаграме и на ютубе, и буквально сотни подписчиков мне написали с просьбой найти эту собачку, узнать, как у нее дела. Поэтому я вернулся сюда снова, чтобы найти собачку и узнать, как у нее дела. Надеюсь, мы ее сегодня найдем и с ней все в порядке. Поехали! Ну что, друзья, не могу проехать мимо этой мечети бывшего клуба, а может даже сельского совета. Интересненькое старенькое здание. Жалко, что закрыто. Вот, тем не менее, все равно посмотрим. Диванчик. Старинненькое здание на старом фундаменте. Каких годов, интересно. Два входа, наверное, раньше было. Ух ты! Дом заброшенный. Ничейно сейчас сходим, посмотрим. Шакаровский сельский клуб, да, клуб все-таки был. Крыльцо сельского клуба и библиотеки. Так, а случайно он не открыт у нас? 77, откройся. Нет, заколоченный. Поедем дальше. Попробуем зайти в этот домик, если он открытый. Такие у нас сугробы. Надеюсь, я не зря тут лазил по сугробам. Он открытый. Старенький дом. Открытый. Ого! Какая избушка! Какая избушка! Обалдеть! Малюсенькая. Даже сундук есть. Только нам надо вытряхнуть сапоги. Самое интересное, что сейчас пойду обратно и столько же снега доберу. Тут даже бусики остались. Бабушкина, наверное. Сундук. Тоже. Бусики. Газеты. Какого года интересно. Стерлибаш. Тринадцатый год. Посудка осталась. Крыша потекает, поэтому все обвалилось. Ух ты! Даже пички все целые. Интересно, пички сделаны. Кухонная зона, как вам? Не знаю, тут комнаты. Тринадцатый год. Шесть на пять. Тридцать квадратиков домик. Заглянул на чердачок. Сразу у нас тут не совсем старая тяпка. и замурованные кеды. Бросили потом от грязи. Все замуровалось. В общем, вещи советского периода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова самый центр когда-то раньше был магазин который не работает давно много домиков девушка никто не живет раз два три четыре пять увидел что на открытый хочется зайти посмотреть красивенький домик еще такой суп богосланского районе мужского и в калпнянск районе орловской области хочет такой сруб купить для музея чтобы это можно было аккуратно разобрать и собрать свою деревню чтобы делать такой музей деревянского быта поэтому если знаете где такие есть срубики сообщите мне пожалуйста что зайдем посмотрим что там осталось здесь конечно висит замок но я так понимаю все заходят вот отсюда малюсенький домик но двухкомнатный друзья самое элитное место раньше было смотрите на центр на магазин все видно было всю деревню в одну сторону и здесь можно было увидеть что происходит хороший домик хороший срубик вот такой бы мне под музей просто люди отсюда переехали и все ух ты счет у нас было это случай нас не какая-то контора что-то тут написано фельдшерский пункт вот точно друзья это был не жилой дом а фельдшерский пункт ну то есть раньше когда жили люди сто лет назад потом сделали медицинский пункт ну и он закрыт в общем был один дальше ну что друзья приехали в то место где если на собачку вернее хозяина с собачкой сейчас узнаем что с ней случилось здрасте как жизнь узнали сейчас собачкой как дела устроили кому-то брату это в той деревне да да ясно а то интересно сейчас собачка стала что ли там а кто раз ездил сейчас обратно еду думаю заеду ваш день собаку вас жил что надоел что нет мы поменяли другую там все равно одинаковые здесь у вас другая собачка вот там привязанность вас как зовут альберт а мне алексей сколько сейчас лошадь стоит 100 может больше русские тоже свиньи держали а сейчас свиньи не держат лошадь держит поэтому мне кажется русский вообще сейчас ничего не держит у вас не проезжаешь столько коров столько лошадей в каждом дворе русских то ли вот а раньше стало было сейчас вот от лучше делать каждых делают они продают вот поэтому уже здорово стало братом родной живет как зовут они раньше не работали в советском союзе на фирме и фирм доволок или на лучшее можно поближе посмотреть ты откуда маленький хорошенький тимой пупсик медвежонок это не его сын почти надо вот поэтому собаки надо ты на ухо смотри вот так делает будет принадлежит поэтому не пускает понял про перед ними и зад не буду может трогать сейчас страшно уже в опять у него в том же положении я успею отскочить если он как будто меня отвлекнет мальчик девочка девушка такой от той или того 45 это самый спокойный путь зарает спокойно он так муж он человек они пускают вот так характером характера на мы их продают в работу или на мясо на место не жалко на мясо для себя еще бы не продавал вас речка антики да 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 удобно до пляж купаться можно до сразу к рыбатуре и большая нет маленький карту же ого там тоже есть как по-русски ба два плотва 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 белая вот вам удобно то есть на рыбалку не нужно не смотаешься от жена никуда на рыбалку поросе мотаешься бред когда в деревняшку учел себе увидишь вас в ваш кирище как можно увидеть детей на гос 4 сколько лет этим там и младший 8 месяцев ух моника такая да я поздно единицы ажи несколько лет 34 начать мне мало будет четыре ребенка этого сейчас героизм по наши времена а телегу покупали сами делали основы старая работал вот тогда я билу да спасибо за рассказ поеду дальше ну что друзья можете быть спокойны собачка жива в целости на сохранности у брата находится но мы сейчас доедем до соседней деревне и все-таки и проверим но сначала мы зайдем все-таки старую школу заброшенную едем едем закрытую школу огромную школу конечно к сожалению уже не работает вообще друзья в эту деревню первый раз попал в три дня назад из-за школы из-за этой проезжал по трассе который находится примерно в километре издалека увидел красивые огромные здания думал что они старинные заглянул сюда и тогда вот мне сказали что школу заброшенную не стал заходить снял эту лошадку с собачкой и поехал дальше торопился вот сегодня думаю загляну посмотрим что здесь осталось от школы и говорят что больница была громадное конечно здание но уже давно пустующее фельдшерский окошенский пункт пока все закрыто но как всегда где-нибудь должен быть вход всегда местные пацаны лазают заброшенное здание тут я вижу открытое окошко так вот сюда местные заходит сегодня у нас день открытых дверей ух ты здесь короче детский сад был типа игровой комнаты был наверное спортзал ух ты машинки старые вот уже что-то на школу похоже кабинет начальных классов до это школа тоже тип музичка что-то был тут башкетском детишки поднимемся на второй этаж картина осталась рамазанов в 2001 год и хе-хе-хе огромная школа такая здесь чуть ли не в каждом кабинете какие-то музейчики были кабинет химии вообще любую старой школы потому что всегда может необычное увидеть интересно даже таблички поснимали переходе другое здание карты ухты друзья самое интересное он как бывает окошко выбили и все заваливает снегом старых лицо деревянно еще конечно взял бы музеево но очень далеко тащить его отсюда игрушечки ухты геннадий здесь даже у нас для голосования другом нашелся гены тюбурген прикольный можно представить как раньше шумно здесь было сотни детишек но сейчас вот о-го-го школа похоже на школу селя самаркина с киевского района ли бурской области в один в один прям такой же проект подиум по центру и вот здесь у даже старинное зеркало осталось относительно старинная спортзал хочу занимайся смотрите крыши не протекает опустевший зал здесь наверное снег падал с крыши ухты сосулина какая-то упал и стекло разбил наверно выдавил короче здесь наверно мы отсюда и выйдем экскурсии по школе совершили теперь едем соседнее село проверять собачку ну что друзья сейчас мы приехали в нижний шакарово где попытаемся найти нашу собачку о которой так все беспокоятся малюсенькая деревушка но людей много живет продавьте пока никого еще не встретил здрасте они пока скажете где айнур живет ой не знаю у него брат альберт оттуда тратный брат здесь нету не может двоюрный двоюрный тоже здесь нету потом сказал именно в этой деревне почему-то дорога там там дальше ну что даже у нас целое расследование первый раз я фильм снимаю о поисках собаки мне кажется уже на 3 серии растянулся брата никто не знает собаку никто не видел меня надеюсь все таки найдем сейчас просто 500 не уеду же послали друзья меня с того конца деревни на соседние улицы но здесь все снегом перевести но я еле проехал боюсь застрять дальше не поеду а там дальше уже не проеду придется пешком пройтись немножко не стал рисковать я боюсь здесь азиады надолго удивился здесь много старых домов давно не жил их в общем сейчас зайдем спросим домики на окраине деревня туда как видите пешком ходит сказали вы тут всех знаете я ищу айнур и вот брат не знает такого нет вот я там спросил быть не знаем к вам с как сходить спросить айнур нету здесь вообще странно как живете один еще нормально но летом хорошо он пойду альберта и набить его самого привези и скажите да он поеду да друзья что-то не весело становится кататься искать собачку фух друзья еле выехал еду будут копаться очень долго хотя здесь тоже сугубчики едем обратно к альберту сейчас надо быть дурочку включить да друзья будут похожи на дурочка мы придется упрашивать альберт а можно дать собаку своей доброта а нет сейчас мы это скотина нас посмотреть и так далее а он где живет а он далеко же а какой деревне а в 12 километров я думаю здесь рядышком хорошего чуть не наступил моду где оказывается я немножко тупанул думал что отвез собаку в соседнюю деревню как он показывал нижней шакарова оказывается другой или матом этого какой-то до которого 12 километров честно говоря до туда ехать не охота возвращаться потому что это опять 100 стиль тома ко мне домой еще ехать часов пять поэтому будем надеяться что собачка живой с ней все в порядке ну вот так вышло столько времени потратил на поиски собаки ну что друзья а такой раз получился фильм к сожалению собачку найти не удалось но я все-таки надеюсь что с ней все в порядке собачку не увидели зато пообщались со многими интересными людьми надеюсь фильм понравился как всегда поделить своими эмоциями в комментариях а если возникли вопросы обязательно напишите мне в соц сетях ссылки на них вы увидите в описании этого фильма до новых встреч мои дорогие пока и а